Ребята, привет! Как у вас настроение? У меня все отлично. Смотрите, какой у меня летний лучок. Сейчас на Тайване зима, но как лето, потому что днем воздух прогревается до плюс 28. Очень жарко, только на скутере нужно надевать какую-то куртку сверху, чтобы не продувало. Ну и вечером свитер, шарфик, потому что вечером уже конкретное похолодание, идет перепад температур, воздух прохладный. Вот я сейчас еду на маникюр, а потом встречаться с подружками. Первый раз на маникюр я приехала на скутере сюда, обычно на метро езжу, но сегодня мне удобнее на скутере. И оказалось, что все равно гораздо быстрее на скутере, чем до метро добираться, даже до центра города, где большие расстояния. Потому что, во-первых, метро нужно долго ждать у нас, по 5 минут, по 6 бывает. Во-вторых, с пересадкой, пока еще дождешься эту пересадку, я иду через парикмахерскую. Я доехала минут за 40, хотя на метро у меня больше часа. Занимает время для дорога. Думала, что опоздали, но нет. Мне, как всегда, сложно определиться с цветом. Так мои ногти выглядели до последний раз и запечатляю. Это уже по прошествии месяца. Я пришла, мне конфетки подарили к праздникам новогодним. Но на Тайване Рождество отмечают. Поэтому приятно. Из этой палитры мне понравилось несколько цветов. Я попросила сердечки. У меня есть четырех цветов. Сейчас будем что-то красивое думать. Я решила бриллиантиков добавить. Такие сердечки есть. Я закончила. Давайте смотреть, что получилось. Левая рука розовые ногти с золотыми сердечками. И правая рука голубые ногти с сиреневыми. Сейчас поеду искать кафешку. Субтитры сделал DimaTorzok Встретились мы с девочками сегодня. Привет. Я вам покажу сейчас само заведение, пока нам не принесли еду. Здесь на улице сидим. И все есть внутри места. В этой кафешке самые вкусные милк-си тайские, которые я пробовала в своей жизни. Пришла еда наша. Мы с Таней заказали лапсу с морепродуктами. Я в прошлый раз ела такую и порекомендовала. Это очень вкусно, особенно если лайма добавить. И девочки заказали карри. Во втором разу заказала себе тайский милк-си. Уже даже стемнело. Меня Ситора попотографировала. Очень круто. Спасибо. Сейчас есть новые фотографии для инстаграма. Я мечтала просто сфоткаться вот там, вот на той локации. Ставлю вам фотку, какая была красивая получилась. Опять немножко маски. Придут, и такие, эту маску. И на середину стола. Либо эта маска, куда они такие штаны. А потом опять. Либо что типа на руке. Дети в школе в Руссеване. Тоже с полом на лицо. Не, вирус от вируса. Вирус защищают. Я не могу ощутить себя. Всех вирусов. С девочками попрощались. Сейчас с Ситорой поехали. Я хотела отвезти ее до метро. И внезапно мы увидели храм. Мы остановились на заправку. В туалет сходить, потому что в ресторане не было туалета. И Ситорой говорит, смотри. И мы увидели храм, который за нами. Он такой огромный, красивый. И здесь все очень классно. Я просто обалдела. Кстати, вот это газовая горелка для палочек ароматических. Мы все-таки решили войти. Я надела маску. Здесь бумажные деньги, пожертвования. Боги. А здесь как именные талисманы. Я не знаю, их, по-моему, на год покупают. На удачу в жизни. Можно себе купить такого маленького бога внутри. С вашим именем, чтобы он вам приносил удачу. Здоровье. Успех. Потолки. Здесь молятся на коленях. Какой бонсай красивый. Никого нет. Свечащиеся такое дерево с талисманами. Может, у них тоже покупают. А, здесь пишут. Пишут что-то. Свои пожелания оставляют в храме. Бамбук. Смотрите, какая мебель. Обращаю ваше внимание. Цветы. Боже, это настолько шикарно. Лев. Все живые цветы. Ребята. Обалдеет. Сколько это все стоит сделать. Квадратные арки мне очень нравятся в себе. Это тоже себе можно купить в храме. Такого маленького бога. Чтобы он за вас молился. Вот такие. Я Ситору довезла до станции метро. И я просто офигела, как красиво все здесь украсили. Посмотрите. Вся улица в огоньках. Еще кое-где разные статуи из огоньков сделаны. Здесь метро сияет, переливается и музыка. Это метро Формоса Бульвард. Это просто что-то невероятное. Вот эти главные улицы, пересечения. Все горят разными цветами. Очень классно. Смотрите, какой офигенный скутер. Как машина просто. Большой. Веспительный. Ребята, продолжаю этот влог на другой день. Даже в другой год. Потому что сейчас уже 2021. А мы не отмечали Новый год. И в ночь с 31 на 1 я просто монтировала видос. Да, и вся от ютуберских делах. И вот сейчас снимала видосик. Опять у меня все засрато. Я снимала обзор странных вкусов тайваньских чипсов. Скоро будет на канале. Сейчас 3 часа ночи. Я не сплю. Я работаю. Мне нравится заниматься делами, когда все спят. И никто мне не мешает. И тишина в доме. Потому что ребенка маленького приводит. Сестра Адия Вонга. И писк, виск стоит на весь дом. И я не могу работать. Все дела в 2021 году. Я надеюсь, что ютуб наконец-то меня заметит. Будет больше продвигать мои ролики. Показывать их. Рекомендовать. И я смогу набрать больше подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать не одно мое новое видео. Также подписывайтесь на меня в инстаграм. Ссылка в описании. До скорых встреч. Всех люблю. Пока. Продолжение следует.